Дорогие друзья, хотелось бы поблагодарить всех вас, что мы каждый день вместе, за то, что вы подписываете своих знакомых, друзей, родственников, за то, что ставите лайки, ну и, соответственно, пишите такие замечательные комментарии. Спасибо вам огромное. А мы начинаем. Фиме проходит домой, счастливый такой, говорит, Софочка, ты меня извини, но ювелирный был закрыт, но ничего, я купил тебе йогурт. Одесса, ресторан, клиент подзывает к себе официанта, говорит, молодой человек, вы мне принесли курочку. Он говорит, да. Говорит, а почему она с одной ножкой? Ой, я вас умоляю, вы что, хотели ее пригласить на танец? А ты знаешь, что вчера Розочка объявила своему Моне дефолт по супружескому долгу, да, ему даже пришлось занимать у соседки. Я сильный, я ответственный, я дерзкий, я волевой, у меня такой мощный характер. Ну, дорогая, сейчас еще пять минут полежу и стою, честно. Жена приходит домой с магазина, муж сидит, смотрит телевизор и к ней обращается, говорит, дорогая, да, ты купила пиво? Она говорит, да, купила. И себе, и мне? Она говорит, да, да, и себе, и мне. Магазин заходит, мужчина подходит к прилавку парфюмерного отдела и говорит продавцу, здравствуйте, будьте любезны, у вас одеколон есть? Он говорит, какой вам? Он говорит, вы знаете, я не помню название, вот запах у него такой. Продавец говорит, нет, вы знаете, такого нету. А как вам такой? Покупатель говорит, фу, извините, у меня на такой денег нету. В лесу привязанных дереву стоит мужик и орет, помогите кто-нибудь, помогите, и так долго орет. И вдруг из кустов выходит лесник и говорит, ты что орешь? Он говорит, да вот, понимаете, рэкетиры меня вывезли в лес, привязали к дереву. И вот стою я, кричу, кричу, ни один хуй не подходит. Лесник расстегывает ширинку и говорит, посмотри, может мой подойдет. Фима, ты знаешь, что у нас свободная страна? Да, свободная страна. И любой человек может говорить все, что угодно, потому что у нас свобода слова. Вот да, любой человек может сказать о своем начальнике, о чиновнике всю правду. И ему за это ничего не будет. Да? А тому, кто я сказал? Муж сказал жене, что между ними исчезла искра. И поэтому он собрался уходить навсегда. Она пошла, купила электрошокер. Вот теперь ждет, когда очнется, еще раз спросит. Друзья, я открыл для себя гениальную вещь. Оказывается, чтобы не переутомляться, нужно спать 8 часов в день. По ночам столько же. Дорогие друзья, мы живем во время большого потока информации. И, конечно же, человеческая память не может все усвоить. Поэтому мы вам кое-что напоминаем. Средневековая Англия на паперте сидит нищий, просит милостыню. Вдруг появляется Робин Гуд. Он подходит к нищему, бросает ему мешок драгоценностей. И говорит, я Робин Гуд. Я забираю драгоценности у богатых и отдаю их бедным. Нищий посмотрел на этот мешок и говорит, наконец-то. Я так долго молил тебя, Господи. Наконец-то я стал богатым. Робин Гуд достал меч, проткнул нищего и говорит, я Робин Гуд. Забираю деньги у богатых и отдаю нищим. Следующий. В Канадском национальном парке всем посетителям парка раздают колокольчики. Они говорят, а зачем эти колокольчики? Понимаете, в нашем парке очень много гризли. Говорит, о, понимаем, понимаем. А скажите, а как быть таким осторожным? И как понять, что здесь когда-то был гризли? Вот он, что здесь прошел? Говорит, это очень просто, по помету. В смысле? Ну, в помете гризли вы всегда увидите колокольчики. На фейсбуке выложили следующее объявление. Люди, дорогие, срочно помогите. Нужно скинуть 6-8 килограмм. Только реально, подскажите как. Подсказка. Отрежь себе руку. Две блондинки общаются. Одна, другая говорит. Представляешь, мой брат решил жениться. Говорит, да? Ну и как? И его избранница красивая. Ужас! Уродина страшная! Да, представляешь? А он с нее еще и пылинки сдувает. Фу! Она что, еще пыльная? Трое сидят, бухают. Ну, как говорится, на троих соображают. И тут один говорит, ой, мужики, у меня такая барышня, у нее такая грудь, такая большая грудь. Второй говорит, м-м-м, что вам сказать? А у меня барышня, у нее такая большая попка. А у моей большой член, подумал Игорь. Но хвастаться не стал. В кабинет к врачу заходит мужик. Спотыкается через порог. Падает, ломает руку, ломает ногу, разбивает себе голову. Одной рукой шкребется, доползает до стола доктора и говорит, Доктор, я только спросить. Шеф принимает на работу новую секретаршу. Ну, и знакомит ее, говорит, это мой кабинет, она хорошо. Он выводит ее в приемную, говорит, а это ваше рабочее место. Она говорит, это хорошо. Он на нее глянул, говорит, а вот это шкафчик, видите, тут сервис чайный. Она говорит, это хорошо. Он на нее смотрит, говорит, девушка, скажите, пожалуйста, А вы какие-нибудь другие слова знаете, кроме это хорошо? Она говорит, да, секс. Он так, это хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, все. А я хочу еще раз всех вас поблагодарить, что мы с вами каждый день вместе. Что вы подписываете своих знакомых, друзей, родственников. Что вы ставите лайки. Ну и, соответственно, пишите такие замечательные комментарии. Хочу пожелать всем вам, чтобы большинство, скажем, из вас ходило в наших призовых футболках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова